Друзья, всем привет из Чернобыльской зоны отчуждения. Я отправился в свой третий и, вероятно, последний поход, чтобы посетить те места, которые не удалось посетить в прошлый раз, и выполнить те цели, которые не удалось выполнить в прошлый раз. Это увлекательное путешествие растянется на несколько серий, поэтому, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на канал, присаживайтесь поудобнее. Сейчас будет небольшая нарезка кадров, а после начнется первая серия. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok До осуществления мечты и самого красивого рассвета в моей жизни остался один пролет Для начала хочу представить вам участников этого похода. Мои подписчики отлично знают двух Саш, Гагарина и Бобра. Бобер, если что, тот, который слева. Это наша слаженная команда, но в этот раз к нам присоединился Вадим, опытный сталкер и ютубер, который и предложил маршрут этого похода. Ну что, начинаем наше приключение. Идем все в одну линейку, потому что тут, потому что, да, да, тут есть еще еще. Тут село только заканчивалось, есть еще жилые дома, но в них могут жить также и менты, которые тут вахту несут. Поэтому идем тихонько в одну ширину. Теплое время года позволило мне впервые за три похода пойти маршрутом, который подразумевает переход реки Уш в Брод. Сейчас будем потихонечку пробовать искать Брод. Но он местами очень глубокий, поэтому нужно быть аккуратным. Сидишь в каждую песчиночку, сука. Как енот по лоскунге. Вот эту вот, каждую песчиночку. Есть. Рассвет, время доставать тяжелую артиллерию. Спасибо. Рассвет. 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 Вкусненькие. Давай ты не будешь хавать свинок, потому что ты богоебоснешься. Хорошо. Больше суток без сна и на ногах все-таки дают о себе знать, поэтому попытаемся найти какую-то хату, хотя бы несколько часов поспать и уже дальше выдвинуться к точке, к которой мы планировали первоначально дойти, на первую ночлежку, к элеватору. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 То, как я снимаю, то буду очень рад, если вы присоединитесь к моим путешествиям. Что еще вам нужно знать? Это канал не про Чернобыльскую зону. В самом ближайшем будущем здесь будет много необыденных путешествий и нестандартных мест. Если вам интересны путешествия, активный отдых и в таком не совсем стандартном туристическом формате, то тогда милости прошу на канал. Также прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых роликов. Слушайте, если тут где-то кабанчики есть, то теоретически у нас может быть шашлык. Прям зло, что у нас есть ружок. Все с кабанчиком заговорили. Или у кабанчика будет четыре шашлыка. Ну, зашибись, вероятно. А кабанчики обычно по одному не ходят, поэтому больше вероятно, что у них будет еда. Скажите, на вас. КОПОЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Я думал, что я снимаю, а я не снял это. Это как я с оленьями. Сука. Это сельский клуб села Стечанка. Что вот это за здание, я, к сожалению, не знаю. Но могу сказать... А, может быть, мы сейчас узнаем. Так, колгосп, перемогол. Надпись подстерлась, возможно, какой-то местный совет или что-то типа того. Сельский клуб села Стечанка. К вечеру первого дня мы, наконец-то, добрались до колхозного двора села Стечанка. Стечанка, где мы планируем провести первую полноценную ночь и завтра выдвинуться на Буряковку к кладбищу техники. На колхозном дворе нас, в первую очередь, интересует элеватор как основное место для ночлега. На колхозном дворе, конечно же, помимо элеватора, есть и много других объектов. Коровники, различные цеха. Чуть дальше должен быть комбайн. Друзья, вы только посмотрите, как природа взяла свое в этом. Это то ли коровник, то ли теплица, который превратился практически в джунгли. Смотрите, прям чуть ли не целый лес здесь уже вырос. Ну а сейчас каждый уважающий себя сталкер-новичок с кордона должен пустить скупую мужскую слезу. КОНЕЦ 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 Специально для тех, кто пишет в комментариях, что мы показываем мало радиации. Итак, элеватор. Специально еще комху преподнесем. И здесь мы будем спать. Ставь лайк, если лазил вот там вот наверх за схроном. КОНЕЦ К сожалению, животные не застрахованы от падения в такие места. Вон там вот лежит скелет лошади. Вадим хочет залезть вот туда наверх, посмотреть, можно ли там заночевать. Но проблема в том, что даже если там есть место, то рюкзаки мы туда хрен поднимем. Хорошо так, когда ты худой можешь пролезть между перилами. КОНЕЦ Но место тут есть. КОНЕЦ Залезть проще, я думаю, чуть сидит. Ну как тебе местечко? Местечко прикольное. Я здесь в 2007 году лазил из халф-схрон. Где-то вот там вот он был с артефактом. Ну, с артефактом схронного там лежал. Ну, в «Сталкер» за это «Тень Чернобыля» в 2007 году. Я еще мелкий был. Ну, кто понял отсылку, тот понял. Места много? Да. Места много. Ну, рюкзаки мы сюда хуй затачим. Да. Мы-то поднимем. .' Отвечения. ДУКИ КОНЕЦ Давай посмотрим, что там будет. В коровниках все в говне было. Ну, надо сходить посмотреть. Ну, ну, относительно может быть. Какое-то местечко. Пошлите, милец, какие там тройки себе подъявите с этой бутовкой? Давайте походим, посмотрим. Друзья, мы поняли, что ночевать в элеваторе не самый лучший вариант, несмотря на то, что там наверху достаточно места, но туда трудно залазить и еще труднее поднять рюкзаки. Поэтому сейчас посмотрим на бутовку, возможно, приберем в ней и будем в ней ночевать. Не, ну так-то если здесь прибраться, то нормально. Почему нет? Сейчас посмотрим, может быть, в этом коровнике остановиться будет на ночь поинтересней. Слушай, а чего нет, смотри. А здесь вот, здесь просто земля. Так же само можно кинуть пончо на землю. Да, но доски... Это вот так разве что ложится, вот так. Вот здесь тоже, смотри, нам, в принципе, здесь места хватит. Раз-два, раз-два. Да, и относительно тихо. Говно поскидывать только и нормально будет. Тихая, антуражная и крыша над головой есть. Подумали и решили, что ночевать будем все-таки здесь. Место мега антуражное, тихое, спокойное. Можно спокойно приготовить ужин и поспать не на бетоне, а на деревянных досках. Ост Grace Foote Корректоректор бат упор initiation. Все-таки с кем-корректоров сделать это. Корректор А.Кулакова Жмema подготовки для droppedодач и еп生. возможно сейчас впервые получится заснять относительно близко лошадь проживальского потому что в первых двух походах мне не везло давай поближе подойдем 1 2 3 4 1 пошел обойти с другой стороны чтобы стопроцентно их заснять они выходят вадим туда выход блин убежал идем на перехват вот-вот-вот есть выркают недовольны мы вторглись на их территорию вот Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Через неделю.